Уважаемые коллеги, слушатели, как у нас со звуком? Если все плохо, напишите, пожалуйста, в чате. Я надеюсь, неплохо все. Отлично, спасибо большое. Ну, тогда, думаю, можно начинать сегодняшнюю нашу встречу. Назвала я ее сегодня «Как создавать интерактивные виртуальные выставки». Тема актуальная достаточно, интересная. Сегодня поговорим о том, какие они бывают. Вот, как всегда, много примеров в презентации. У кого-то плохо со звуком, у кого-то не очень. А так лучше слышно. Я, по-моему, на максимум поставила звук. По-моему, должно быть все нормально. Чуть-чуть погромче стало. Хорошо. Сейчас я еще раз проверю мои настройки. Все не со звуком. Нет, у меня стоит максимальное качество и максимальная громкость. Хорошо, нормально. Ну, хорошо, тогда на этом остановимся, раз все у нас хорошо, более-менее. Тогда давайте уже начнем нашу сегодняшнюю встречу. Виртуальная выставка. Ну, если заглядывать в словари, во всякие методические рекомендации, то можно прочитать традиционное произведение, что виртуальная выставка – это публичная демонстрация в сети интернет, виртуальных образов, специально подобранных, произведений печати и различной информации. Виртуальная выставка имеет свои очень большие плюсы. Ну, во-первых, то, что сейчас очень актуально, это то, что для просмотра этой выставки читателю не нужно находиться в библиотеке. Достаточно выйти в интернет и познакомиться со всеми материалами. То, согласитесь, в настоящей современной жизни сейчас в реалиях это максимально актуально. Далее. На этой выставке вы можете экспонировать любое количество документов. Можно сделать маленькую выставку, можно наоборот расширить максимально. Причем на этой выставке вы можете представлять не только издания, которые находятся в вашей библиотеке, но, например, можно представлять издания, которые находятся во всей сети библиотек городских, либо издания, предоставленные вам из электронных библиотек, из Литреса и так далее. То есть здесь больше возможностей в виртуальной выставке. Что касается ее интерактивности, здесь можно представлять не только документы и газетные публикации, журнальные публикации. Здесь можно добавлять и аудио, и видео, и разные дополнительные материалы. Ну и, наконец, виртуальная выставка в плане материальных затрат все-таки выигрывает по сравнению с традиционной. Мы экономим на оформлении, на разных оформительских вещах и так далее. Это тоже плюс. Чтобы можно было представить на виртуальной выставке, ну, наверное, список можно продолжать практически бесконечно. Я его тут начала небольшим списком. Чаще всего виртуальная выставка начинается с обложки книги. И раз мы представляем книги, то чаще всего это именно обложка и небольшая аннотация, библиографическое описание. Это традиционная виртуальная выставка, как она выглядит и как мы ее представляем. Чаще всего созданная с помощью PowerPoint-презентации. А что же еще можно добавить? Чтобы вот, если бы у вас были возможности максимальные, что бы вы добавили в виртуальную выставку? Можно в чате поделиться своим мнением. Ну, а я еще подскажу, может быть, какие-то варианты. Да, викторины, тесты, фильмы, да, по книге, буктрейлеры я бы еще добавила. Ссылки, отзывы читателей, экранизации, да. Да, цитаты тоже хорошая вещь, отзывы, ага, подкасты. Да все что угодно, да, я с вами согласна, что можно все что угодно. Да, аудио тоже было бы здорово. Информацию об авторе, интересные факты. То есть виртуальные выставки сейчас обладают практически бесконечными возможностями. Можно добавлять все-все-все. Вот я сегодня как раз и расскажу о разных инструментах, которые позволяют по-разному представить издания библиотечные. Ну, а ваша цель уже выбрать то, что вам подходит больше всего и что вам больше всего понравилось из этих инструментов. Виртуальные выставки бывают разные. Традиционные книжные, журнальные выставка одной книги. Если добавляем музыку, есть выставки музыкальные, есть видео выставки. Я ссылки сегодня покажу на такие, где представлены фильмы, буктрейлеры, экранизации, слайд-шоу. Очень популярны стали сейчас выставки творческих работ, особенно в детских библиотеках. Рисунки, комиксы, презентации. Это все тоже можно оформлять в виде виртуальной выставки. И для взрослых библиотек, я бы сказала, более актуальны разные тематические подборки веб-ресурсов. Возможно, это не 100% виртуальная выставка традиционная, но это тоже очень полезная вещь, которая найдет применение в библиотеке. Вот обо всем этом немножко сегодня и поговорим. Ударение я в своей теме поставила на слово интерактивный. То есть здесь не просто обложка книги с аннотацией и описанием. Хотелось бы увидеть выставки, в которых был бы вот этот интерактив взаимодействия с читателями. Добиться его можно разными способами. Можно добавить в презентацию различные гиперссылки с дополнительной информацией по теме, чтобы читатель мог глубже погрузиться в тематику. Это самый простой вариант. Можно добавлять сюда разнообразный медиа-контент, презентации, видео, аудио, ленты времени. Можно викторины, можно опросы читателей проводить внутри выставки. Ну и высший пилотаж – это организовать совместные выставки с читателями, где в создании выставки принимают непосредственное участие и сами читатели библиотеки. Тоже интерактив. Вот об этих трех видах интерактива я и расскажу. Начнем с самого простого формата. Выставка-презентация. Чаще всего, что приходит в голову, когда необходимо создать виртуальную выставку, это сделать ее в виде презентации. Есть много интересных вариантов, как ее можно сделать, но давайте от простого к сложному. Первый вариант – это Google-презентация. Это сервис, который всегда под рукой, которым можно пользоваться, если у вас есть Google-аккаунт. Google-аккаунт – полезная вещь. Она пригодится не только в работе со всеми сервисами Google. Вы можете и блог себе завести, и сайт Google сделать. В общем, это очень полезная штука для работы. Google-презентация позволяет организовать коллективную работу по созданию одной презентации. Позволяет сделать достаточно много. У презентации есть шаблоны для оформления, есть различные виды экспорта, как можно экспортировать готовую презентацию. Вы можете ее скачать себе на компьютер в разных форматах. И наоборот, если у вас есть PowerPoint, вы можете закачать туда уже созданную презентацию, ну и затем ее опубликовать в сети с помощью Google-презентации. Единственное, создаем сначала аккаунт, конечно же. Здесь большое количество пространства вы получаете на своем Google-диске, и Google-презентации там не занимают практически ничего. То есть вы можете неограниченное количество презентаций создавать совершенно спокойно. Ну вот я вам ссылочку в чат отправила. Если ссылка не откроется, то вот скриншот. Вот пример выставки, созданной в Google-презентациях, обложки книг. К каждой обложке прикреплена гиперссылка. То есть нажимая на книгу, мы переходим на слайд с информацией об этой клинике, получаем аннотацию, описание и необходимую для нас информацию. Вот таким образом настроена здесь интерактивность, навигация внутри слайдов. Сделано это с помощью гиперссылок между слайдами. Как это все работает? Ну, если посмотреть на рабочее поле, то оно очень похоже на PowerPoint, можно заметить. Да, могут участвовать в представлении книг и читателей. Все верно. Да, вы можете совместную работу организовывать. Например, создать выставку читательских предпочтений. Вместе с читателями собирать библиотеку любимых книг. Вот перед вами рабочее поле Google-презентации. Оно русифицировано, и сервис на русском языке переведен. Поэтому здесь все очень просто. Даже проще, наверное, чем в PowerPoint. Вверху в красную рамку я вынесла инструменты, которые позволяют работать с презентацией. Самая главная из них кнопка – это, наверное, вставка, которая позволяет добавлять весь медиа-контент. Ну, кроме текстов и традиционных картинок, сюда можно добавить видео с YouTube, сюда можно добавить звук и фоновую музыку, и просто озвучку вы можете добавить. Правда, сначала вам озвучку нужно записать, загрузить на Google-диск. Из Google-диска все аудиофайлы грузятся внутрь презентации. То есть по возможностям, ну, практически очень близко к PowerPoint. Дополнительные кнопочки рядышком позволяют дополнительные возможности осуществить. Справка позволяет редактировать вид, это масштаб вашей презентации отрегулировать можно. Слайд меняет темы оформления, можно шаблоны, переходы между слайдами настроить и тому подобную красоту. Объекты упорядочивает все элементы на экране, но инструменты – это уже дополнительные возможности. Например, там есть голосовой ввод. Вы можете тексты для заметок докладчика сделать с помощью голосового ввода. Не набирать их ручную, а голосом наговорить, и они появятся в заметках для докладчика. Для презентации, может быть, это не так актуально, а вот тем не менее опция такая есть. Как работает совместная работа? Желтая кнопка вверху «Настройки доступа» позволяет открывать доступ к вашей презентации всем, у кого есть Google аккаунт. Вы просто нажимаете кнопку «Настройки доступа», ну а дальше вводите необходимое количество участников по их электронной почте и даете им роли. Они могут просто просматривать презентацию, но это неинтересно. Они могут ее комментировать, и они могут ее редактировать. Это высший доступ к презентации для совместной работы. Готовую презентацию, как я уже сказала, можно скачать себе на компьютер, а можно опубликовать в сети интернет. Кнопочка для этого во вкладке «Файл». Ну и далее вы получаете ссылку на презентацию, код, и можете вставить его на страницы сайта и блога. Вот таким образом она работает. Я немножко сказала о комментариях. Да, тут есть опция комментирования, вот такое облачко вверху нарисовано. Выбираете любой слайд и можете оставлять комментарии, если автор презентации такую возможность вам оставил. Это очень удобно, если, например, вы работаете со школьниками, даете им какие-то подкатки, замечания, они выполняют работу какую-то, а вы по ходу им представляете какую-то дополнительную информацию. Кстати, участники так могут и между собой общаться. Своеобразный чат получается. Все очень просто и ненавязчиво. Это вот такой минимализм, высшие пробы, когда не нужно никаких особых затрат. Очень быстро и просто здесь все получается. Конкурент его. Зоха Шоу. Это менее известный сервис, он не такой раскрученный, как Google, хотя в последнее время стал себя позиционировать очень неплохо. Зоха Шоу. Сейчас пару ссылок отправлю. Первая ссылка – это традиционная выставка. Просто я когда-то пробовала в этом сервисе работать. Она без интерактива. Традиционная выставка с обложками и аннотациями. Вторая выставка более интерактивная. Здесь уже видео подключилось. Если сравнивать по возможностям, Google и Зоха, они практически одинаковые. Единственное, что для Зоха вам не нужно никаких дополнительных аккаунтов создавать. Здесь вы можете регистрироваться по своей электронной почте, по Фейсбуку, даже Твиттеру, если вы к ним подключены. Ну и Google тоже, если есть, почему нет, по нему тоже можно. Все возможности абсолютно такие же. И экспорт, и импорт присутствуют. Можно вставлять и видео, и изображения, аудиофайлы. Правда, не все подряд. Есть список сайтов, с которых можно добавлять. Ну, самый известный SoundCloud, например. Когда вы будете работать с презентацией, вам подкажут. Какие ресурсы для добавления аудио лучше использовать. Здесь очень хорошая, хорошо настроенная анимация. Но об этом я чуть позже расскажу. У Google она тоже есть. Переходы между слайдами. Небольшая анимация присутствует. У Зоха она более такая, развернутая. Ну вот, ссылочку я вам отправила. Вот эта вот презентация, сделанная в Зоха. Таким образом она выглядит. Внутрь вставлен видеоролик. С YouTube по ссылке. Сервис сейчас перевелся тоже на русский язык. И в нем тоже стало очень легко работать. Кнопок всего шесть. Они вверху в красной рамочке. Я их выделила. Здесь все просто. Они добавляют тексты, картинки, фигуры, таблицы, диаграммы и мультимедиа. Это видео и аудио. Дополнительная кнопочка. Есть анимация. Специально здесь прописанная кнопка. Я открыла список анимаций. И здесь огромное количество. Наверное, больше только в PowerPoint присутствует. Анимация на вход, на выделение, на выход и путь объекта по экрану. Практически полностью как в PowerPoint. Часть эффектов даже новеньких. Поэтому, если вам нужна более анимированная презентация с большими изобразительными возможностями, то лучше попробовать Зоха. Здесь много интересных вещей. Можно перекрашивать картинки. Можно рамочки фигурные вырезать. Можно превращать из одного формата картинку в другую. Была черно-белая, стала цветная. И наоборот. Возможностей достаточно много. Кроме всего перечисленного, опять-таки, есть опция совместной работы. Вы можете загрузить уже свою готовую PowerPoint-презентацию и здесь ее оформить. Можно скачать на компьютер готовую презентацию в разных форматах. И опция есть еще и комментирование. Только в Google оно будет находиться с правой стороны, а в этой презентации с левой стороны. Комментарии. Точно так же выделяете любой слайд или любой объект на слайде и добавляете комментарии. Плюс к комментариям здесь отдельно еще есть чат. Опять-таки, все для совместной работы. Вы можете и сами работать, и с коллегами вместе, и с читателями, создавая какую-то совместную свою работу. Продолжим дальше по пути интерактива. Еще один сервис называется OnSlide. Он позволяет листать презентации сразу в двух направлениях. И слева направо, и сверху вниз. Ссылки достаточно капризная вещь, особенно у сервиса слайд. Вы не переживайте, если они будут долго грузиться. К сожалению, почему-то в последнее время сервис стал притормаживать, а сервис на самом деле интересный. Вот такую вот пару ссылок я вам отправила. Одна из них на скриншоте сейчас. Меня герои книг зовут в кино. Это история о героях книг. И вторая ссылка, она такая про искусство приготовления пищи. Кулинарная выставка. В кулинарной выставке можно заметить одну интересную особенность. Там слайды с разделами выставки листаются по горизонтали, а книги внутри каждого раздела листаются по вертикали. Такой маленький интерактив, но смотрится довольно эффектно. Здесь очень хорошая анимация, все очень красиво вылетает, выплывает. Хороший вариант для детских выставок. Единственное, что главное, тут не увлечься этим интерактивом, иначе будет подвисать. Сервис на английском языке, сразу скажу, он немножко сложнее, чем предыдущий, хотя набор инструментов здесь очень большой. Вот я его сейчас открыла, чуть-чуть увеличила на слайде. Здесь можно добавлять тексты, картинки, видео с YouTube, формы линии, таблицы, даже математические формулы, если какая-то у вас такая супервыставка математическая. Ну, плюс еще можно добавлять встраиваемые объекты. Называется эта кнопка E-Frame. Она позволяет внутрь презентации по коду вставить какие-то другие объекты. Ну, например, векторину, созданную в другом сервисе, либо игру какую-нибудь, опрос читательский. Вот такой интерактив получается. Здесь есть две кнопочки с плюсиками. Одна горизонтальная, вторая вертикальная. Вы можете любую из них нажимать и создавать слайды. Слайды здесь интересненько создаются. Вот такая вот сетка. Внутрь вы помещаете свои объекты, картинки, видео, либо что-то другое. Ну, и выставка вот так расширяется сразу в двух направлениях. Она бесконечно может ветвиться. И в такой презентации читатель может очень долго гулять и все рассматривать. Если не получается выходить по ссылкам, вы их копируете куда-нибудь в текстовый документ себе. Если вы с компьютера сидите, то можно попробовать их скопировать себе. Сервис слайд, он условно бесплатный. Там есть бесплатный тариф. Он, правда, не очень большой. 250 мегабайт вам дают свободного пространства. Там есть еще и опция из PowerPoint, переход в эту презентацию. Уже готовую можно загрузить и отредактировать внутри. Интересный вариант, можно попробовать. Правда, придется немножко времени потратить. Давайте посмотрим еще дополнительные настроения. Здесь есть шаблоны, интересно прописанные. Тут разные цветовые формы, шрифт можно выбрать. Ага, вот так и делаем копируем в борт. Да-да-да, спасибо, я тоже так делаю. Что тут у нас? Прописанные шрифты, прописанные цветовые схемы. Можно не мудрство и лукаво выбрать сразу и шрифт, и цветовую схему. В основном шрифты русский язык поддерживают. Их тут немного, но все, что есть, в основном работает. Что еще можно здесь отметить? Ну, про анимацию я уже говорила. Настройку анимации можно тоже дополнительно настроить, когда какой объект будет появляться, выплывать и тому подобное. Дальше. Давайте больше интерактивности, больше красивостей. Сервис E-Maze. Если кому-то нужны ссылки к этой презентации, которые я бросаю, они есть внутри презентации. Вот обучалка, пример, там и обучающий материал, и пример. Вот для тех, кто говорит о том, как создавать интерактивный переход, то там есть обучающий материал, его по каждому сервису я подобрала. И там пошаговая инструкция в большинстве случаев прописана. Вы можете просто открыть обучающий материал и самостоятельно осваивать сервис. Просто задача вебинара сегодня больше информационная. Просто проинформировать о разных возможностях инструмента. Но пошаговые инструкции я собрала по всем сервисам, поэтому можно пробовать и экспериментировать. Сервис E-Maze. Сейчас еще вторую ссылочку я вам отправлю в чат. Это сервис, который делает упор на 3D-эффекты. У него тоже очень много анимаций и много 3D-эффектов. Первая ссылка, она будет громкая, там со звуком даже. Вот, сразу предупреждаю. Есть готовые шаблоны, они очень красивые. Вот эта выставка я имела в виду про Олега Ивановича Даля. Она сделана в шаблоне, который называется «Художественная галерея». У кого ссылка не открылась, вот скриншот так она выглядит. Здесь как будто вы путешествуете по залам музея, и на каждой стене музея видите слайды с какой-то информацией, с объектами, с картинками, с текстами и тому подобное. Очень красиво и смотрится очень эффектно. Готовую такую презентацию вы можете на сайт и в блог пристроить. Называется это «Художественная галерея». Причем от вас не требуется практически ничего. Здесь все уже настроено внутри самой презентации. Только контент. На канале культуры используют. Вот не знаю. Возможно. Давайте посмотрим, что здесь можно сделать. Здесь она условно-бесплатная. Можно сделать 5 бесплатных проектов внутри презентации, внутри сервиса. Сервис такой частично на русском языке, частично на английском почему-то. Кнопок здесь немного. Все очень просто. Похоже все на PowerPoint. Выбираете шаблон, либо можете начать с нуля. Тогда просто уже самостоятельно будете внутри презентации вставлять. А так проще, конечно, с шаблоном. Слева кнопочки для добавления слайдов. По центру кнопочки для добавления контента. Тексты, картинки, видео, звуки, различные фигуры и слайд-шоу. Здесь можно создавать слайд-шоу прямо внутри сервиса. Вот желтая кнопочка сейчас выделена в красной рамке. Это как раз сервисы для создания слайд-шоу и для добавления видео. Пробовала работать в EMAZ, картинки почему-то не сохраняются. Одно время в EMAZ была проблема, он немножко притормаживал. Возможно, поэтому не сохранились. Но сейчас, по-моему, он работает очень даже неплохо. По крайней мере, ссылки открываются очень шустро. Значит, сервис работает хорошо. Да, и чтобы они сохранялись, чтобы не терять содержимое, важно периодически нажимать на кнопочку «Сохранить». Тогда, может быть, будет проще с этим работать. Ну, выбираете любой вид контента вверху нажатием кнопочки, ну а дальше вставляете нужное содержание. Как добавить звук? Кроме звуков, кстати, здесь можно и гиперссылки добавлять. Примерно одинаковый принцип. Выбираете объект или текст на экране, которому вы хотите прикрепить звук или гиперссылку. Ну, например, какую-то картинку я выбрала, и к ней хочу звук прикрепить. Кнопочка с таким микрофончиком, с мегафончиком, открывает вот такое поле. Здесь можно добавлять файл со своего компьютера. Нажимаем на ссылку «Брауз». Можно прямо из интернета по ссылке добавить. Здесь можно настроить, с какой минуты, с какой секунды будет звучать музыка. Можно ее по кругу сделать. И можно сделать ее автопроигрыванием. Вот выставка, которая со звуком, она с автопроигрыванием сделана. Поэтому, как только вы ее открыли, тут уже начала звучать музыка. Возможность встраивания, да, есть. Вы можете взять код этой презентации и встроить на любой свой сайт или блог, куда хотите. Есть и ссылки, и кода. Все работает. Красиво, интересно и необычно. Мы уже говорили о том, что можно создавать презентации с играми и викторинами. Можно. Для этого есть сервис H5P. Он упор делает на интерактив в разных форматах. Сервис М и все бесплатно. О чем я вам рассказываю. Я о платных программах даже не заикаюсь. Говорю либо абсолютно бесплатных, либо про тех, у которых есть бесплатный тариф, которым можно пользоваться. Ну, походу, еще несколько хитростей расскажу, как получить бесплатные тарифы. H5P пока работает бесплатно. К сожалению, они стали монетизироваться очень сильно. Раньше этот сервис позволял создавать много чего, 48 интерактивностей. Сейчас из этого всего бесплатно в доступе только 8. Но там есть очень хороший шаблон, о котором я и хочу рассказать. Он бесплатный. Называется он «Презентация». Курс «Презентейшн». Ссылочку я в чат вам отправила. Да, есть эта ссылка. Это выставка по творчеству Носова. Если ее полистаете, там периодически попадаются разные вопросики, на которые надо отвечать по принципу викторины. Это выставка детская вместе с викториной. На последнем слайде вам подсчитают количество ваших ответов, правильных и неправильных. Одновременно рассматриваем выставку и принимаем участие в игре. Как создается такая игровая выставка? Она не очень сложная. Здесь нет шаблонов, здесь вы все делаете с нуля. Здесь нет опции заливки из PowerPoint, например. То есть все придется сделать в режиме онлайн. И фон закрасить можно самостоятельно, и картинки загрузить с компьютера. А вот это кнопочки. Здесь огромное количество кнопочек, которые добавляют интерактив в разном виде. Начиная с текстов, с картинок, со ссылок, видео, аудио, и заканчивая разными видами викторин и игр. Например, игра «Заполни пропуски» и нужно вписать слова. Вопросы с одним вариантом ответа, с несколькими. Вопросы викторины «Правда или ложь». Игра «Отметь слова». Карточки, переворачивающиеся. С одной стороны вопрос, с другой стороны ответ. Называется диалог карты. Что еще можно? Таблицы и чаты. Я уже на этом не останавливаюсь. Можно даже из Твиттера что-то добавить, какие-то сообщения. Интерактивное видео встроить внутрь презентации. В общем, здесь все-все-все возможно. Максимальное количество элементов. Придется, правда, потратить время. Я написала обучалку по этому сервису. Там постаралась максимально все осветить. Как это все работает? Нажимаете на кнопочку, открывается конструктор. Например, вы выбрали викторину. Добавить. Ну, вот вопросы для викторины. Таким образом работает. Вопрос, правильный ответ, неправильный ответ. Ну, и далее новые вопросы, новые правильные и неправильные ответы. Все вписывается в соответствующие поля и сохраняется. Это обученная викторина без картинок. Можно то же самое сделать с картинками. Например, вот, назови это животное. Можно закрутить картинку и опять-таки варианты ответа предоставить. Здесь уже нужна большая затрата времени. Нужна картинка для викторины. Но так или иначе, здесь викторины разные. С картинками и без картинок, и просто со словами игры. Можно на свой вкус выбрать. Викторина, правда, или ложь? Второй вопрос добавляли, первый исчезал. Честно говоря, у меня не исчезал ни разу. Можно набор вопросов сделать. И даже внутри презентации тоже есть такая опция. Просто надо нажать, наверное, добавить новый вопрос. И тогда появится новое поле второго вопроса. Ну, вот, по крайней мере, такой трудности не было. Мне сейчас сложно более подробно что-то сказать. Если бы вы скриншот прислали конструктора вашего, я бы более подробно вам смогла ответить на ваш вопрос. Ну, в любом случае, опция из нескольких вопросов здесь присутствует. Ну, давайте еще один сервис посмотрим. Называется он Genial. Я о нем уже много рассказывала на всех вебинарах практически. Сейчас я вам опять пару ссылок отправлю на презентации, созданные в этом сервисе. Он интерактивный сервис. Он для создания презентаций, игр, различных интерактивностей. Инфографику может сделать, различные красивости, интерактивные плакаты и многое-многое другое. Ну, вот я сейчас все ссылки с вам в чат сразу отправлю. Посмотрите одну какую-нибудь, а может и все вместе. Что здесь? Очень хороший сервис. Главное, что он бесплатный. Часть шаблонов, конечно, здесь за деньги, но 30 бесплатных они нам принадлежат. Можем делать все, что угодно, и с ними количество создаваемых работ здесь никак не ограничено. Genial тоже позволяет добавлять практически все. Картинки, аудио, видео. Причем это все загружается даже, можно загрузить и из интернета, но можно и с компьютера со своего загружать. Это тоже большой плюс. Встраиваемый контент, любой, опубликованный где-то в интернете. Например, внутри презентации еще одну презентацию добавить. Либо игру, либо опрос читательский. По коду можно вставить все. Это проверено, я все проверяла, все работает. Как это все выглядит? Вот одну из ссылок я вам отправила на презентацию. Здесь вот разделы презентации, разделы выставки, рядом интерактивные метки. Вот этот сервис позволяет создавать вот такие кнопочки, интерактивные метки они называют, которые, нажимая на которые, вы либо перебегаете на другой слайд, либо всплывает какая-то дополнительная информация по этому объекту. Ну, вот эти кнопки для перелистывания разделов выставки. По сути, гиперссылки. Вот как раз шаблоны. Хотела показать вам, что платные. Здесь отмечены желтой звездочкой, а все остальное бесплатное. Они отсортированы, вы можете внутри выбрать по тематике, близкие вам. И плюс еще, что еще здесь можно? Можно с нуля начать работать. Если вам ни один не нравится, вы можете свой собственный дизайн изобрести. Это тоже возможно. Интересные шаблоны из того, что есть. Вот что мне понравилось. Например, есть газета. У нас там была художественная галерея. Здесь есть газета. Вы от одной статьи будете летать в другой статье. Можно в виде ежедневника сделать. Ну, это вот то, что из бесплатного мне бросилось в глаза. На самом деле, их там намного больше, этих сервисов. Вернее, этих шаблончиков. Как это все работает? Вы создаете слайды презентации. На эти слайды можно размещать все. Для этого есть кнопочка Insert, вставка. Вот она позволяет добавлять любой медиа-контент. И отдельно еще кнопка Media. Тоже позволяет добавлять видео, аудио и другие элементы. Медийные. Что еще? Тексты, фоны. Дополнительные слайды. Здесь называется Pages. Страницы. Так вы можете неограниченное количество этих самых страниц создать. Что еще здесь интересного? Вот интерактивные элементы, о которых я говорила. Кнопочки вот эти интерактивные. Они здесь тоже очень разнообразные. Их можно и по дизайну выбрать, и по красоте, и по цвет выставки подстроить. Я, например, сейчас ссылку отправлю, чтобы вам было понятно. Так, ссылка уже улетела. Ладно, не буду второй раз ее дублировать. Я загрузила фотографию нашей обычной, традиционной выставки библиотечной. А дальше мы на нее добавили интерактивные метки. И теперь, даже не переворачивая вот эти фотографии, можно посмотреть, что там под каждой фотографией стихотворение. Это такая выставка-фотосушка у нас была со стихами мурманского поэта Виктора Тимофеева. С обратной стороны стихотворение. Интерактив заключался в том, что читатель переворачивал фотографию с видами мурманска и читал стихотворение наоборот. Но поскольку в интерактив, то здесь интерактивные метки, они позволяют перевернуть виртуально эту фотографию, посмотреть, что там наружу. К этим меткам можно добавить анимацию, они могут выезжать, выплывать, светиться и тому подобное. Вообще анимации здесь много, можно к любому объекту на слайде ее применить. Можно сделать презентацию целую с такими метками, а можно просто взять одну фотографию, на нее разместить метки, и у вас тогда получится плакат интерактивный. Тоже по сути выставка. Ну вот пример еще одной нашей выставки, сделанной по принципу плаката. Это по книге «Облачный полк» сделана была выставка. Здесь тоже интерактивные метки. Каждый экспонат можно рассмотреть поближе. Если это книга, то можно прочитать аннотацию в биографическое описание. Если какое-то изображение, то можно его просто поближе посмотреть. Вот такой вариант. Ну все ссылки я по-моему уже все отправила, все что у меня было. Поэтому давайте двигаться дальше. А еще парочку отправлю на интерактивные выставки. Красивый сервис, да, мне тоже очень нравится. Очень удобно в нем работать, самое главное, что он не сложный. Хотя и на английском языке, но там все так интуитивно понятно. Вот еще парочка презентаций в этом сервисе для информации. Еще один интересный инструмент, называется он «Свай». Сервис для поклонников… Так, сейчас найду ссылку. Потеряла ссылку свою. Ага, нашла. Сервис для поклонников Майкрософта. Это детище Майкрософт. Если у вас на компьютере стоит Майкрософт Windows 10, то эта программа у вас, возможно, по умолчанию встроена. Она может работать офлайн, то есть без интернета. Вы сами на компьютере можете в ней работать самостоятельно, а потом прямо из нее опубликоваться в сети. Или можно, если у вас ее нет, ничего страшного, можно на сайт зайти и онлайн работать совершенно спокойно. Сервис изначально создавался не как альтернатива Пауэрпоинту. Наоборот, сказали, что этот сервис позволяет расширить возможности Пауэрпоинта. То есть уже готовую презентацию опубликовать в сети, если она у вас уже есть. Не пугайтесь, что на английском есть инструкция. Я по Джене Али даже целую инструкцию написала пошаговую. Так что, надеюсь, понятно с инструкцией будет. Кстати, если на английском языке, вы можете всегда воспользоваться гугл-переводчиком. Правой клавишей мыши щелкаете по любому непонятному для вас сайту. Если у вас гугл-хром стоит, то выбираете там опцию перевести на русский. И у вас сайт тут же автоматом переведется на русский язык. Гугл-переводчик очень хорошо работает, почти все корректно получается, поэтому рекомендую. Так, да, все верно, возможность перевода, то, что я и сказала. Презентация с фай. Ссылочку я отправила. Интересные, интересные она вещи позволяет делать, это программа, этот сервис. Там есть библиотека изображений шаблонов. Можно смотреть вертикально и горизонтально эту презентацию. Традиционным, как и нетрадиционным способом. Есть возможность совместной работы, как в гугл. Она бесплатная абсолютно. И она очень простая. Очень-очень прям простая. Ну вот пример я вам отправила на ссылку с пижамными книжками. Как ознакомиться с инструкциями, они внутри вот этой презентации, которую я вам сейчас листаю. Рядом с каждым сервисом в уголочке, вот в правом уголочке обучалка и пример. Это гиперссылки. Если вы будете на них нажимать, ну скачаете эту презентацию и будете на них нажимать в режиме демонстрации, то откроется моя обучалка. Там можно почитать. Ну по-свою это не моя обучалка, а так, где могла, я вставила свои материалы. А где еще не написаны, там пошаговые, ну хорошие инструкции, как мне показалось. Так выглядит сервис. Нажимаешь на аннотацию, она открывается в полный рост и плюс дополнительно гиперссылки. Это все, что не открывается. Ссылка не открывается. В режиме демонстрации должна открыться. Если не открывается, правой клавишей мыши открыть гиперссылку. Можно так, через правую клавишу. Здесь все очень просто. Можно загрузить готовую презентацию. Я взяла, например, про книгу «Брестская крепость». И в этом случае у вас откроется режим «Конструктор». Готовая презентация разобьется по слайдам и будет выглядеть в таком виде полотна. Внутри вы можете все это редактировать, убрать, добавить, поменять что-то и так далее. С правой стороны это цветовые схемы, шрифты. Здесь все очень просто, максимально просто. Специально для тех, кто работает в сети интернет, и у них нет возможности как-то заниматься оформительством, здесь уже все готово. И шрифты, и цвет подобраны. Ваша задача просто выбрать то, что нравится. Если вы с нуля начинаете создавать, то в этом случае выбираем вкладку, которая называется «История». История выглядит вот так. Каждому объекту на слайде соответствует карточка. Вернее, так, каждому слайду соответствует карточка. Но вот там, где написано большими крупными группами презентации, это у меня будет стартовый слайд, какую-то картинку, я ее сюда загружу. Дальше второй слайд. Сюда можно добавить текст, можно добавить разный контент. Причем в этом сервисе много разных картинок. Вот они с правой стороны отсортированных. Это и для фона подойдет, и просто для изображений что-то добавить. Плюс вы можете загружать все свое и добавлять по ссылке. Видео, аудио, встраиваемые объекты. Плюс здесь еще есть слайд-шоу, фотослайдеры, когда можно красивенько оформить фотографии. И много разного интересного. Поэтому тоже советую. Очень интересные вещи можно сделать. Сервис бесплатный. Ну, теперь от больших форм давайте к менее сложным. Выставка слайд-шоу. Про слайд-шоу можно говорить, это отдельный вебинар можно посвящать. Я выбрала два сервиса, которые более-менее соответствуют принципу интерактивности. Первый сервис называется Фотопич. Это очень простой инструмент для быстрого создания слайд-шоу. Оно там создается двух видов. Можно создавать в виде традиционного слайд-шоу, как видеофильм. Он будет у вас проигрываться. А можно вот такой. Я вам ссылочку отправила. Книжки будут крутиться в виде вот такой спирали или карусели. Причем вы щелкая мышкой можете приближать обложку книжки и удалять. В этом сервисе минимум текста, максимум фотографий. Для чего хорош этот сервис? Это если у вас есть сайт или блог, например, новинки. Наши новинки. Обычно есть такие выставки на сайтах. Вы ненавязчиво можете опубликовать где-то справа, с левой стороны у себя в панели на сайте вот такие вот новинки. Читатели заходят на сайт, смотрят новинки, щелкают, выбирают себе книги. Можно так. Дополнительно, если он у вас в формате обычного слайд-шоу, да и в спирали тоже, можно добавить музыку. Музыкальное сопровождение. Правда, свое загрузить нельзя, надо выбирать из готового. Ну, там готовых довольно много треков, можно что-то подобрать. Как это все работает? Буквально на раз, два, три. Загружаем обложки. Раньше можно было загружать всего 15 картинок. Сейчас они сняли ограничения, поэтому сколько угодно можно загружать. И просто выбираем музыку, а дальше сервис все сделает для вас. Дополнительно можно настроить скорость, с которой они будут вращаться и так далее. Можно ссылку, получаете ссылку и код, можно вставить и в блог, и в соцсетях ссылкой поделиться. Дополнительный интерактив. Здесь можно, дополнительная появилась опция добавить внутреннюю векторину. Называется она квиз, я ее в красную рамку вынесла. Обычная простая векторина. Читатели знакомятся со слайд-шоу, оно прерывается, появляются вопросы векторины, и они на него отвечают. Несколько вариантов ответа правильно отмечаете и сохраняете все это. Все. Вот и все, что можно об этом сервисе сказать. Он очень-очень простой. Чуть посложнее. Баннер Snack. Вообще этот сервис для создания разных рекламных баннеров, он не только для виртуальных выставок хорош, но и вообще для какой-то интересности. Ну, например, какая-то акция у вас в библиотеке проходит, вам нужно проинформировать читателя. В общем, одним словом, для рекламы. Афиши можно делать. Тоже хорошая вещь. Баннер Snack – это, по сути, презентация, которая проигрывается сама собой. Она авто воспроизводится, плюс она по кругу идет. То есть перелистываются все слайды, затем начинается заново. Тоже хорошая вещь для новых поступлений. Интерактив здесь в том, что вы можете прикреплять сюда гиперссылки. Например, я вот взяла облушки книг, добавила туда ссылки на электронную библиотеку. Нажимая на кнопку «Читать», вы попадаете внутрь электронной библиотеки и получаете доступ к этой книге. Вот, пожалуй. Совместной работы у этих сервисов нет, это индивидуальная работа. Для совместной больше презентации подойдет. Здесь только так. А сам принцип работы строится очень просто. Это те же самые слайды. Вот так они выглядят. Справа миниатюрки, по центру главный слайд, который вы редактируете. Ну а с левой стороны инструменты для редакции. Здесь есть готовые шаблоны. Вы можете подстроить свою виртуальную выставку под свой сайт или блог, например. Вот я, например, выставила 600 на 800 пикселей презентацию. Он мне тут же предложил вот такой слайд. И я внутри уже стала заливать и фон добавила, и картинки загрузила, и тексты написала. Получилась вот такая вот виртуальная выставка. Если у вас не загружается эта презентация, то я загрузила ее на Яндекс.Диск. Чуть позже ссылочку я вам кину в чат. И можно с Яндекс.Диска попробовать ее скачать. 600 на 800 я загрузила для своего блога. Роза ветров север мой блог называется. Вот оптимально у меня ширина столбца 800 пикселей. Вот я конкретно, чтобы у меня в столбик в этот вписался, этот баннер я и сделала. 800 на 600. Произвольный размер вы можете любить другой. Есть шаблоны узких, широких. Есть как слайды презентации и тому подобное. Кнопочки, я их чуть-чуть увеличила, чтобы было понятнее. Бэкграунд – это фон, текст. Понятно, это для добавления текстов. К текстам можно прикреплять гиперссылки. Они вот со значком, с таким, со скрепочкой, с цепочкой. Вы можете отправить читателей на другой веб-ресурс, либо на другой слайд. Что у нас еще есть? Есть еще кнопка «Хорошие элементы». Она позволяет добавлять разные интерактивности. Но интерактивности здесь немного, на самом деле. В основном картинки, да и все, пожалуй. И различные иконки. Вот эти имеются в виду элементы. Кнопка «Баттон» – это интерактивные кнопки. Вот такие красивые вещи, которые здесь уже все прорисованы и прописаны. Выбирайте кнопочку, можно ее перекрасить. Она интерактивная, к ней тут же добавляется гиперссылка. Вот я как раз кнопку «Читать» делала, по принципу вот отсюда что-то выбрала и перекрасила в 7 цвет. «Аниматор» – это кнопка «Позволяет настроить анимацию». Внутри шаблона уже есть дополнительная анимация, где там все переезжает, переплывает. А если вы начинаете с нуля, то кнопка «Аниматор» позволяет вам самим самостоятельно настроить появление объектов на экране, когда они появятся, когда исчезнут. Дополнительные всякие красивости здесь есть. Можно затенить картинку, сделать закругленные углы, поярче, побледнее и тому подобное. Со звездочками это платные. Ну, бесплатных здесь, сколько получается, 3х39, да? Ну, тоже, в общем, неплохо. Для сервиса, который коммерческий, это, в общем, неплохо, на мой взгляд. 10 проектов можно здесь бесплатно создать внутри сервиса, считая удаленные. Поэтому, если вам что-то не нужно, вы не удаляйте. Вы просто возьмите этот образец и переделайте новую презентацию, сделайте на его основу и новую выставку. Ну, вот, потому что жалко, удалите, он у вас посчитает уже в сделанных объектах. Вот. Так что советую «Интересный сервис», я его летом осваивала, получила много удовольствия. Ну, буквально еще, вот, совсем чуть-чуть нам осталось. Расскажу еще о двух видах выставок, о выставках-плакатах. Я о них, на самом деле, уже начала говорить, когда говорила про Дженниэли. Говорила, что там можно интерактивный плакат сделать метками. Есть специальные сервисы, которые позволяют, именно вот на эти плакаты и нацелены. Самый известный «Синклин», но об этом чуть позже, забыла совсем, у меня тут есть еще один сервис, «Смо». Это сервис для создания мультимедийных флайеров или небольших медиа-сообщений. Интерактивность здесь заключается в том, что вы можете встроить разный медиа-контент, в том числе и опросы в викторины добавить. Как он работает? Бесплатно можно создать три вот таких мультимедиа-объекта. Здесь, к сожалению, ограничено. Но получается довольно симпатичный, он очень быстрый. А вот это объекты, которые сюда можно вставить, внутрь этого сообщения, внутрь этого плаката. Тексты, картинки, аудио, ссылки различные. Вот эта вот кнопка «Форм» позволяет опросы добавлять в Google-формы, в частности. Галереи из нескольких фотографий можно добавить, видео, интерактивные кнопочки со ссылками. В общем, весь основной набор здесь присутствует. Сервис изначально был создан для разных флайеров и приглашений, но получается, что и виртуальную выставку можно сделать. Она будет в виде такой длинной ленты. Я вам ссылку отправила, там гиперссылки есть, и видео, вставленные на буктрейлеры. Поэтому можно попробовать, очень интересно. Идем дальше. Интересный сервис, но столкнулась с тем, что несколько лет работа уже не откроется. Они переформатировали свой сервис, возможно, поэтому и нет. Периодически надо проверять свои работы, я сама с этим сталкивалась, что когда сервис переформатируется, что-то может исчезнуть. Поэтому периодически надо навещать свои работы, смотреть, что с ними происходит. Еще один инструмент – Глокстер. Это такой долгожитель в виде плакатов. Он нацелен на образование, но для библиотеки тоже подойдет. Вот пример выставки про Гайдара. Она интерактивная. Здесь можно видео посмотреть, тексты почитать, картинки поразглядывать. Очень простой плакат, но он для детских библиотек, возможно, будет хорош, потому что здесь много всяких оформительских фишечек. Карандашики, вот эти вот такие оформительские уголочки для фотографий, какие-то неформальные вещички, которые можно добавить. Ну, стрелочки, кнопочки, скобочки и так далее. Внутри самого сервиса все это есть, так что можно использовать. Очень простой. Берете вам дверей, берете, дают вам один слайд, а вы на него добавляете весь контент, который у вас есть. Картинки, видео и тексты. К сожалению, тоже не бесплатно, хотя он и для образования, но почему-то уже очень жесткий сервис. Всего шесть объектов можно добавить на экран своих собственных. Вот насчет тех, которые из самого сервиса, правда, я не посчитала, сколько их нужно добавить, но это уже методом эксперимента. Для небольшой выставки, такую выставку-открутку сделать это вполне реально. Выглядит очень необычно тоже, плакат получается. Ну, вот так выглядит он внутри, этот сервис. Шесть элементов на плакате, как я уже сказала, вверху кнопки для добавления. Они тут очень много чего добавили, прибавили в сервис. Есть тексты, графика, картинки, аудио, видео, даже 3D-модели и встраиваемые объекты. Это уже новенькое 3D и встраиваемые объекты. Они добавляются по ссылке и по коду. Можно попробовать и посмотреть, как это будет работать. Ну, в общем, все здесь симпатично, кроме ограничений на шесть элементов. Для небольшой выставки можно попробовать. Кстати, можно читателей привлечь, чтобы они сделали, например, вот такую маленькую мини-выставку под свою любимую книгу. Интересный сервис юным читателям должно понравиться. Ну вот, о нем я уже начала заикаться. ThinkLink – самый известный сервис для создания интерактивных плакатов. Загружается как платно, надо тарифы смотреть, они постоянно меняются, потому что привязаны к доллару. Ну, все, что с долларом связано, оно не дешево. Хотя там есть образовательный тариф, он не очень дорогой, самый дешевый можно посмотреть. Если сервис нравится, то почему нет, можно оплатить. Я так несколько раз сделала, подписку в разных сервисах оформляла, без проблем. Даже несмотря на то, что сервис англоязычный или американский, вопрос, все очень хорошо работало. ThinkLink – загружаете какую-то фоновую картинку, либо обложку книги, и размещаете на ней интерактивные метки с дополнительной информацией. И так можно сделать выставку одной книги, можно сделать сразу какую-то тематическую выставку. Да, очень дорого. Ну, тогда да, 21 тысяча – это все-таки приличные деньги. У ThinkLink очень много виртуальных выставок создано. Я уже ссылок тут очень много накидала. Выбирайте, смотрите, что вам нравится. Я три оставила ссылки. В чем тут сложность? Как только вы заходите на сервис, он вам тут же предлагает регистрироваться и платный аккаунт. Все, что касается последних лет, он стал платным, и очень печально. Хотя, тут есть маленькая особенность. Очень сложно найти, но я нашла прайсинг, цены, тарифы. Нашла эту ссылку на цены. И тут, оказывается, аккаунт для учителей, называется «Бесплатный учитель». Вот он есть здесь. И он совершенно свободный. На него можно подписаться. Здесь неограниченное количество плакатов. Интерактивное редактирование есть. Неограниченное видео интерактивное. В общем, здесь практически все есть. Про совместную работу, правда, они ничего не написали. Раньше Синфлинг позволял совместно работать. Сейчас, видимо, закрыли эту опцию. Но даже для индивидуальной работы, в общем, это подойдет. Тысяча просмотров в год – это не так уж страшно. Поэтому выбираем вот этот тариф «Бесплатный для учителей», «Учительки». Ну и дальше можно творить, выдумывать, пробовать, сколько угодно. Вот так выглядит он стал другим. Он переделался и в лучшую сторону изменился, на мой взгляд. Вы загружаете какую-то фоновую картинку и размещаете на нем вот эти интерактивные точки. А дальше можете выбрать цвет, анимацию, загрузить аудио, добавить видео, гиперссылки разные. Ну и текстовую небольшую информацию. Дополнительно, ну вот, например, как гиперссылку добавить. Какую-то метку наносим, даем описание и даем адрес. И юру загружаем. И вот таким образом размещаем все это на экране. Это очень быстрый сервис, очень несложный, поэтому рекомендуем. Правда, немножко постараться придется найти этот бесплатный тариф. Он спрятан у них. Раньше был где-то внизу. Надо до конца пролистать этот сайт их. И там где-то внизу найдете прайсинг, и там в прайсинге бесплатный аккаунт. В общем, придется постараться. Про любимые я, ну они все у меня по-своему любимые. Просто под разные цели разные сервисы подходят. Мне H5P нравится. Грущу, что он становится все платьнее и платьнее с каждым годом. Дженни Али, а H5P чаще всего с ними работаю, конечно. Вот как раз к H5P. Раньше у него был шаблон, который назывался Image Hotspot. Сейчас этот шаблон сделан платным, но есть альтернатива. Есть сайт наших создателей, русских программистов. Называется удобо. От слова удобный. И там они взяли этот конструктор H5P, перевели его на русский язык. И в нем теперь можно работать бесплатно. Ну, надеюсь, что это будет долго. И там, вот в этом конструкторе удоба, я и нашла этот свой любимый шаблон Image Hotspot. Вот он есть такой. Тоже фотография какая-то, фоновое изображение, интерактивные метки на нем. Делается все очень просто. Загружаете картинку, на нем щелкаете метку в нужное место. А дальше разный вид контента. Можно добавить тексты, видео и картинки. Можно к одной метке прикрепить сразу все. Тексты, видео и даже несколько картинок подряд. Поэтому возможности у него очень большие. Поскольку он стал на русском языке, тут особо даже разговаривать не надо. Здесь просто. На удобе сейчас максимальное количество этих конструкторов присутствует. Там около 40 их. Можно пробовать. Очень интересно все это. Ну, немножко сегодня по времени перебрала. Буквально еще минут 5-10 и я закончу свое выступление на сегодня. Теперь уже о совсем простых выставках. Но, тем не менее, тоже с интерактивом. Говорили мы о совместной работе. Вот эти сервисы, они, может быть, не такие красочные, как презентации. Но они позволяют совместную работу организовать. Ходите с коллегами, ходите с читателями, как вам удобнее. Называются эти сервисы для создания ментальных карт. Я на прошлом вебинаре немножко начинала про них говорить. Что такое ментальная карта? Это структурирование информации, по сути. Например, выставка одной книги. В центре обложка этой книги, с фотографией автора, допустим. А рядом, вот с такими стрелочками, взаимопереходами, дополнительная информация по этой книге. Сюжет, герои, экранизации, фотографии какие-то, цитаты. Вот все, 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 что угодно. Несколько сервисов выбрала, три, которые позволяют максимальное количество интерактива использовать. Все они три совместную работу предполагают. То есть вы можете подключать всех желающих к вашему созданию выставки. Сейчас еще одну выставку отправлю. Первая про виртуальный музей была. Ссылка вторая, такая более книжная выставка. Правда, там видео плохо загружается. Ну, это просто для примера. Что здесь интересного? Вот такая структура получается, ветвистая, по сути, в вашей выставке. Оно очень просто все здесь работает. Получаете вот такое бесконечное пространство, и на нем размещаете свои вот такие карточки и связываете их линиями. Кнопок всего две. С плюсиком добавляет новую карточку, со стрелочкой добавляет связи между элементами. Дополнительно с правой стороны можно добавить иконки, цвет залить, какие-то картинки добавить дополнительно. Плюс сюда можно добавлять гиперссылки и вставлять видео тоже по ссылке с YouTube. Вот весь интерактив. Зато каждый объект можно приблизить, отдалить и совместно с читателями что-то сделать. Три карты можно сделать. Ну и вот брат-близнец Миндома. Практически те же возможности, там плюс-минус буквально мелочами, они различаются. Принцип работы тот же самый. Вы загружаете медиа-контент, с такими линиями все соединяете между собой, получается выставка. Вот так это внутри выглядит. Опять те же самые кнопки, только с права, с левой стороны. А так можно добавить и видео, и гиперссылки какие-то, картинки загрузить само собой. Здесь еще даже чат присутствует, можно совместно, это я, наверное, уже тише стала говорить к концу вебинара, сейчас чуть-чуть угромчусь. Можно добавлять тексты, картинки, видео, гиперссылки на разные веб-ресурсы. Тоже три бесплатных. Ну и вот этот сервис, здесь чуть-чуть побольше опций. Здесь 10 бесплатных объектов. Меня поразили, какие шикарные выставки здесь делают. Вот, пожалуйста, про Топопа Аввакума, вот это меня больше всего поразило. Когда я искала примеры, это какой-то гигантский труд, шикарно, конечно, все выглядит. А сделано вот с помощью этого сервиса. Тоже все просто, регистрируетесь, заходите внутрь и получаете опять бесплатное пространство, вот примерно такое. Ну а дальше размещаете контент. Ну вот так выглядит. Просто щелкаете в поле, в любом месте открывается окошечко, вы вписываете сюда текст. Можно заливать фон, можно добавлять картинки, гиперссылки, можно видео добавить. Существует того, что рисовать можно самостоятельно. Для детей, наверное, будет актуально. Для детской выставки. К тому же тут можно 10 таких выставок устроить. И опция совместной работы здесь тоже есть. Так что вот, можно работать. Особенно на них не останавливаюсь, потому что они очень простые. Тут особо и говорить не приходится. Здесь даже сами картинки все подсказывают, что, как и куда вставляют. Ну и, наконец, приспособлены для выставок практически все сервисы, какие только возможны. Есть сервисы для создания виртуальных досок. Они похожи на ментальные карты, тоже такая бесконечная доска, на которой вы размещаете разный контент. Единственное, что на этой доске нет этих связей между элементами этих стрелочек. А так все то же самое. Ну вот, например, сервис Padlet. Ссылочку я вам отправила в чат. Выставка, как ни странно, сделанная в этом сервисе. Очень симпатичная она выглядит. Книги юбиляра 2018. Книга и дальше буктрейлер по этой книге. Гигантский труд проделан, конечно, и собраны буктрейлеры. Все так аккуратненько оформлено, единообразно. Потрясающе выглядит. Сделано на стене Padlet. Стена очень простая. Бесплатное пространство, бесконечное. Щелкаете в любом месте, открывается окошечко. Все на русском языке, он русифицированный. Выбираете, например, либо кнопочку загрузить, либо по ссылке все что угодно можно добавить. Добавить видео, озвучку можно порисовать, можно карту добавить, фотографию само собой, тексты и все. И практически все исчерпано, все можно здесь делать. На этом сервисе можно устраивать не только книжные выставки, можно выставку работ сделать, творческих, например, выставка презентаций, картинок и тому подобное. Ой, не спрашивайте, как я это успеваю. Нет, я не успеваю, я ничего не успеваю, но это уже отдельная история. И сервис Линаид. Сейчас вам для разнообразия ссылочку, как обычно. Хороший сервис, он больше для детей, конечно, подходит. Здесь выставка совместная, это вот все для совместной работы. Ну, например, это выставка творческих работ, иллюстрации, книги про Незнайку. Рисовали дети и сами размещали на вот этой вот стене. Плюс стены, в отличие от ментальных карт, в том, что не надо нигде регистрироваться. Вот всем участникам вы просто раздаете ссылку, открываете доступ к этой стене, и они сами там у вас что-то пишут и размещают. Вот этим мы сейчас займемся напоследок. Вот, пожалуйста, вам доска. Это она у меня с прошлого вебинара, осталось, вы не пугайтесь, там уже есть чуть-чуть. Это доска, какую книгу вы сейчас читаете. Просто попробуйте, поиграйте со стикерами. Там все очень просто. Выбираете стикер, пишите текст. Можно загружать картинки и добавлять гиперсутки дополнительно. Можете написать все, что угодно, не обязательно про книгу. Нужно скопировать и вставить в браузер. Вот из чата может не открыться. Я уже с этим сталкивалась. Сейчас я попробую сама вставить в браузер. Да, открылось, все нормально. Да, из браузера может не открываться, а вот если скопировать и... Ну, если вы на компьютере, можно вставить в строку браузера и перейти по этой ссылке, она откроется. К сожалению, в чате почему-то не происходит этого. Очень все просто. Вот такие стикеры, они справа вверху. Выбираете любого цвета, нажимаете на него, он открывается. Пишите какой-нибудь текст, что там можно, картинку добавить, цвет выбрать. И кнопочку по посту его публикуют. Без регистрации все это доступно. Вот, очень просто все. Ну и на... Уже на пасашок, да? Выставка-коллекция. Это уже такая выставка, не традиционная, я бы сказала. Это просто подборка всяких разных интересных ресурсов по теме. Можно создавать свои коллекции разных интересных веб-ресурсов. Ну, например, там, как подготовиться к ЕГЭ, ссылка полезных сайтов. Либо на какую-то другую тему можно это делать. Делается это с помощью сервисов либо Пинтерест, либо Пинми. Это специальные сервисы для создания цифровых коллекций. Можно их использовать и на благо библиотечном тоже кукрище. Они абсолютно дублируют друг друга. Пинтерест – это английский сервис, Пинми – русский. Вот, вся разница. Принцип один и тот же. Вы выбираете любой веб-ресурс, который вам нравится, копируете ссылку, вставляете на этом сайте, можно картинку добавить, и у вас получается вот такая вот коллекция материалов. Ну вот, одну коллекцию, сейчас еще на Пинми, добавлю вторую коллекцию. Единственное, что вам нужно зарегистрироваться, а дальше вы можете пополнять свои цифровые коллекции. Я знаю, что многие коллеги, которые занимаются, например, плотно работают с интернет-технологиями, они создают, я одно время тоже создавала, потом что-то как-то заленилась. То есть, коллекция полезных цифровых ресурсов, чтобы всегда под рукой было, например, там, сервисы для создания презентаций, сервисы для создания видео. И вот я все, что интересненькое находила совершенно случайно в сети интернет, я в эти цифровые коллекции добавляла. И в итоге я в любой момент могла зайти на этот сайт, найти эту цифровую коллекцию, и там все было под рукой. Не надо ввести там списки какие-то, в Word это все печатать, и с любого компьютера можно зайти и все посмотреть. Удобно и просто, поэтому рекомендую и то, и другое. Ну вот на Пинтересте выглядит примерно вот так, с картинками, в Пинме похожим образом. Вы можете сделать коллективную работу к этой доске своей, к цифровой коллекции, подключать других участников и совместно собирать коллекцию. Это тоже полезная вещь. Вот таким образом это все работает. Ну вот теперь уже точно все. Ну не все, конечно, но вот все, что хотела я на сегодня рассказать, пожалуй, на этом все. Еще раз повторюсь, презентацию можно скачать, если она у вас как-то не скачивается, не работает и не открывается. Она правда тяжелая, да, потому что тут много скриншотов, и картинах очень много, и гиперссылок такая перенасыщенная. Поэтому ссылку на Яндекс.Диск я передала организаторам вебинара. Я надеюсь, сейчас мы его опубликуем в чате, если кто-то потерял. Вопросы какие-то были, я сейчас открою вкладку «Вопросы». Не сохраняется презентации. С Яндекса скачалось. Ну хорошо, хорошо, что с Яндекса скачалось, все отлично, значит, все должно работать. По вопросам можно обращаться по электронной почте, как обычно. У меня есть группа ИКТ «Мастерилки» на Фейсбуке, ну и блог «Крузов Ветров Север», где я пишу обучающие материалы. Спасибо вам большое за то, что пришли. Если вас заинтересовал курс, то со следующей недели он стартует 26 октября. Курс практически, вот именно что для новичков, для тех, кто уже как рыба в воде, может быть, это неинтересно, а для тех, кто впервые прикасается к информационным технологиям, и кому надо много, быстро и интенсивно, то это вот для таких участников. То есть мы будем на этом курсе пробовать все разные форматы, всевозможные форматы. Выставка виртуальная, видео, анимация, что там, слайд-шоу, лента времени, виртуальная экскурсия и просто цифровая публикация. Восемь модулей, восемь тем. В результате вы создаете восемь разных информационных продуктов, плюс обратная связь. То есть вы получаете консультации дополнительные, материалы, если они вам нужны в работе, поддержку в обучении курса. По итогу получаете свидетельство и сертификат, либо свидетельство об окончании и повышении квалификации. Ну, теперь точно все. Спасибо большое. Надеюсь, информация была вам полезна. Увидимся тогда уже в ноябре. А я тогда отключаюсь. Спасибо еще раз. Всего доброго.